Всем привет! Вы смотрите Универ-Ньюс в студии Анны Глазунова. Я расскажу вам о самых ярких новостях студенчества. Итак, сегодня в выпуске. В Казанском университете прошла отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации студентов. В КФУ состоялось закрытие третьей Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку. Ученые КФУ разработали инновационный антисептический препарат КФУ-05. В малом зале культурно-спортивного комплекса «Уник» состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации студентов Казанского федерального университета. Более подробно смотрите в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации студентов КФУ. С приветствием словом перед слушателями выступил первый проректор Казанского университета Ариас Мензарипов. Уважаемые коллеги, спасибо, что вы делаете. Благодарю вас за то, что еще вы сделаете в будущем, когда будет еще учиться в университете, потом и после окончания университета. Желаю вам всего самого-самого хорошего, творческих успехов, а главное, чтобы были здоровы. Здоровья, пожалуйста, берегите, занимайтесь спортом и не упускайте этот момент. После приветственных слов директор департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Юлия Виноградова выступила с отчетом о деятельности первичной профсоюзной организации студентов КФУ за последние пять лет. Большое внимание в деятельности профсоюзного комитета уделяется правовой работе. Ведется совместная работа администрации и правкома в принятии решений и формирования локально-нормативных актов по различным направлениям, затрагивающих интересы студентов. За отчетный период профсоюзный комитет принял участие в разработке и согласовании более 170 локальных нормативных актов в области образовательного процесса стипендиального обеспечения проживания нагородних студентов в общежитиях КФУ. Также слушателям было рассказано об итогах деятельности комиссии правкома студентов. Лилета Липова, Велета Басова, Универньюс. В Казанском федеральном университете торжественно закрыли третью всероссийскую студенческую олимпиаду по арабскому языку. О том, как это было, расскажем в сюжете. В Казанском федеральном университете прошло торжественное закрытие третьей всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку. Важным гостем стал посол Сирии в Российской Федерации Риад Хадад. Он поприветствовал участников на своем родном языке. Важность изучения арабского языка отметил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. Для зрителей выступали студенты в ярких национальных костюмах, представляя разные восточные государства. Я представляю страну Сирию, я буду выступать, буду рассказывать стихи, буду петь, танцевать. Мне очень понравилось, за эту неделю я вжилась в роль арабской девушки, и это очень потрясающе. Мы будем представлять Кувейт. Мы выбрали песню Кунанта, потому что мы считаем, что у нее очень глубокий смысл. Изучать арабский язык сложно, признаются студенты, но очень интересно. У языка очень красивое звучание, и интересно очень его изучать. Очень красивая письменность, и плюс у арабского мира очень богатая история и культура. Очень много каких-то научных текстов написано именно в оригинальном арабском. Это не самый простой язык, но если приложить определенные усилия, то можно выучить. На сцене студенты играли на музыкальных инструментах, пели и разыгрывали миниатюры. Особенно зрителям понравился и еменский танец с кинжалами. Напомним, что Олимпиада по арабскому языку стартовала 31 октября, и в ней приняли участие около 90 студентов из разных субъектов Российской Федерации. Участники Олимпиады проходили конкурсные испытания по семи номинациям. На сцене один за другим выходили особо отличившиеся студенты, победители награждали грамотами и подарками. Анна Глазунова, Андрей Богудинов, Универньюз. 31 октября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошел кастинг телеведущих. Участники отвечали на каверзные вопросы членов жюри и выполняли сложные задания. Предлагаем вам посмотреть подборку самых интересных моментов кастинга. Об этом нельзя рассказывать совершенно никому. Но я больше не могу молчать. Я не могу держать это себе. Универ ТВ – это самый лучший телеканал. Как видите, шутка не получилась. И Москва, не Казань. Занимаюсь профессионально пением танцев и танцеванием песен. Всем спасибо. У меня все. Ты достаточно дурна. Поэтому скажете, что я. Но ты дурна не с собой, ты дурна внутри. Мне сказали, что ты придурковатая. Я сказала спасибо. Но потом мне сказали, что ты в танцах. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами в эфире Журавлева Мария. Итак, новости на сегодня. Институт биологии и фундаментальной медицины открыл новую прививку от неучения уроков. Глупая, неинтересная, безинициативная, скучная, скованная. И пока вы еще не успели окончательно во мне разочароваться, я хочу сказать, что 30 секунд для рассказа мне, разумеется, не хватило бы. Но тем не менее, я считаю, что поймала сразу двух зайцев. Ведь от меня бы узнали, какой я не являюсь и никогда не являлась. Понятно. Ладно, ты переволновалась, ты молодец. Давай, мы тебя отправляем, не будем тебя задерживать. Расслабляйся, выдыхай. Следующий человек у нас. В Москве прошла встреча Лешата Гафурова с министром науки и высшего образования Михаилом Кутиковым. На встрече ректор КФУ выступил с докладом об итогах развития Казанского федерального университета. Прям вот каждый из вас настоящая индивидуальность. Когда, Радик, помни, да, вот когда я проходила кассинг, у нас было пять человек, и взяли из нас троих, чтобы вы понимали, вот что такое конкуренция. То есть никакая, имеется в виду, ну, так и было. А здесь, вы посмотрите друг на друга, у вас здесь двадцатка почти что, и все друг другу, прям, ну, конкурент конкуренту. Ученые Казанского федерального университета разработали инновационный антисептический препарат КФУ-05, который обладает рекордной антисептической активностью. Он подавляет бактерии, грибки, простейшие и вирусы. А также он менее токсичен по сравнению с аналогами. Более подробно расскажет наш корреспондент Эльвира Зорина. Ученые Казанского федерального университета разработали инновационный антисептический препарат КФУ-05. Он обладает широким спектром антимикробного действия для наружного применения. Ближайшими аналогами КФУ-05 являются широко известные в России препараты мирамистин и хлоргексидин. Антисептиков существует большое множество. Но главная проблема, которая зачастую встает перед мировым здравоохранением в том, что микроорганизмы, в частности бактерии, они очень быстро приспосабливаются к существующим препаратам. История разработки КФУ-05 началась в 2014 году, когда Научно-образовательный центр фармацевтики выиграл проект в рамках федеральной целевой программы. В рамках этого проекта в течение трех лет мы синтезировали больше 100 соединений, исследовали их антибактериальную активность, токсичность. И по результатам этих исследований было выявлено одно наиболее активное соединение. И мы стал КФУ-05. Далее, в 2017 году мы уже подали заявку на проведение доклинических исследований КФУ-05 в рамках федеральной программы Фарма-2020. Проект получил поддержку. Далее, в середине 2017 года мы представили его на комиссии Минобранауки в Москве. И с конца 2017 года начались доклинические исследования. В ходе разработки КФУ-05 ученые тестировали лекарственные средства в искусственных условиях. Важнейшей задачей, которую мы ставили перед собой, было создать не препарат, который обладал наибольшей активностью среди всех существующих, а создать такой препарат, которому микроорганизмы не вырабатывали устойчивость. Специально выращивали бактерии в присутствии нашего препарата, в таких концентрациях, в которых он не вызывал их гибель, и также использовали препараты сравнения. И было показано, что КФУ-05, даже 30-е поколение бактерий, по-прежнему были чувствительны. То есть КФУ-05 действовало на них даже уже на 30-е поколение бактерий. На сегодняшний день КФУ-05 обладает рекордной антисептической активностью, подавляет бактерии, грибки, простейшие вирусы. А также он менее токсичен по сравнению с аналогами. В настоящий момент доклинические исследования КФУ-05 завершены, и по их результатам мы можем констатировать, что он обладает целым рядом преимуществ перед существующими антисептиками. Прежде всего, это самое главное на наш взгляд, КФУ-05 препятствует развитию устойчивости микроорганизмов, то есть бактерии и другие микробы к нему не привыкают. Также КФУ-05 менее токсичен, чем существующие препараты. У него благоприятный профиль физико-химических свойств, то есть он стабилен и в водном растворе, он хорошо растворяется в воде. Производство данного препарата планируется к 2023 году, но перед этим он должен пройти все фазы клинических испытаний. Эльвира Зорина, Фариза Хитаглы, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях и не пропускайте свежие выпуски Универньюз. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok